Итак, здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим еще одну интересную механику, которая появилась в первом дополнении к настольной игре цивилизации Сида Мейера 2010 года. Дополнение называется «Слава и удача». И в этом дополнении у нас появилась механика инвестиций. Очень интересная механика, которая, несмотря на то, что мы теряем накопительные монеты, то есть монеты, которые мы можем получить только, собирая их на карточках технологий, мы можем получить различные бонусы. Ну и давайте рассмотрим эти инвестиции. Я не знаю, интересовало вас или нет, но вот именно сегодня я решил, как говорится, пояснить за то, почему я всегда говорю цивилизация Сида Мейера 2010 года, а не просто настольная игра цивилизации. Все очень просто. Помимо цивилизации Сида Мейера 2010 года, есть еще две игры с точно таким же названием цивилизации Сида Мейера 2000 и 2018 годов. Кроме этого, есть еще очень старая настольная игра «Цивилизация» 1980 года. Ну и, как обычно, русские локализаторы очень постарались. Мы знаем, что они обычно выделяются в отношении локализации названий и некоторого содержания иностранных фильмов. Но, с удовольствием узнал, что кроме небольших огрехов, наши локализаторы занимаются откровенным... Даже не знаю, как это назвать. Забыл я это слово. Извините, не профессор русского языка, а и литература. Занимаются тем, что придумывают названия с нуля, не имеющие никакого... Имеющие, может быть, даже и косвенные отношения, но все равно, будучи от этого неправильными. Например, настольную игру «Мари Нострум», которую можно было бы перевести как «Наше море», либо оставить оригинальное название на латинском языке, они локализовали как «Цивилизация», что, по-моему, является большой глупостью. И, пожалуйста, не пишите о том, что я не знаю кухню, локализаторов и так далее. Не надо быть шеф-поваром, чтобы понять вкус блюда. То же самое и здесь. Не надо иметь докторскую степень в английском языке и быть носителем русского языка, быть носителем, иметь оба этих качества, чтобы оценить перевод. Достаточно самому более-менее знать английский язык и более-менее знать русский язык. Да, есть иногда некоторые тонкости, где надо сымпровизировать, где нет перевода слова в слово или буквы в букву, но, как в случае с названием настольной игры «Мари Нострум», это не тот случай. Я, кстати, готовлю небольшой сериал. Сериал в кавычках. В двух версиях. Из 6-7 серий, соответственно. Одна серия будет пилотной и для одной, и для другой версии. А все остальные уже будут либо версиями 18+, либо, так скажем, отцензуренными версиями. Так как мне лень все переписывать, то я просто запишу по два отдельных ролика. Ну и все. Давайте поговорим про инвестициях. Надо будет в комментариях написать, что разговор о инвестициях начинается приблизительно с пятой минуты. Ну, давайте подождем еще пару секундочек и уже начнем, собственно, о инвестициях. Ну все, пять минут прошло. Половина ролика. Как раз можно поговорить о инвестициях. Давайте начнем с простых инвестиций, в которые можно вложить по одной монете. Самая простая – это у нас инфраструктура. Когда у нас будет один жетон инвестиций, каждый из наших городов будет получать один молоточек. Два жетона инвестиций, два молоточка. Три жетона инвестиций, соответственно, три молоточка. Инвестировать можно только по одной монете в начале каждого хода. Но, если вы нашли семь золотых городов, то можно инвестировать их в начале следующего года. Причем оба. Не надо инвестировать их постепенно в течение двух ходов. Идем далее. Идет инвестиция немножко посложнее. Покровительство искусством. В начале нам надо инвестировать, чтобы получить первый эффект. Одну монету. Затем две монеты, чтобы получить второй эффект. И уже на инвестиции в четыре монеты мы получаем последний третий эффект. Первый эффект для всех одинаков. Это увеличение лимита карт культурных событий на одну карту. Все эти элементы не кумулируются. То есть, если у вас нет других бонусов к увеличению лимита карт культурных событий, эта инвестиция дает вам увеличение лимита в одну карту. Они в одну, две, три карты соответственно. На четных позициях, то есть, при инвестиции в размере двух монет или жетонов, или в четыре монеты или жетона, мы, соответственно, получаем возможность, то есть, мы обязаны платить на одну единицу культуры меньше, чтобы продвинуться на трек культуры, и, соответственно, на две единицы культуры меньше, чтобы продвинуться на треке культурных событий. По моему опыту скажу, что основная проблема передвижения по треку культуры не составляет наличие единиц культуры, а наличие очков торговли. И то, что в средневековье и в современную эпоху вам надо тратить очки торговли на передвижение. Так, продолжим. Очень специфичное. Ну, собственно, и эти тоже специфичные. Можно сказать, вот это универсальное. Это для наций. И для победы, если вы сосредоточитесь на культурной победе, будет неплохо. А вот это, если вы с самого начала игры готовитесь к военной победе, либо, соответственно, вы заметили, что ваш враг готовится к военной победе, и вам надо защитить свои города и армии. 2, 4, 6. Тут уже посложнее. Тут надо инвестировать уже до 6 монет. И на каждом уровне, при инвестиции, например, 2 монет, вы получаете боевой бонус в размере плюс 4. То есть удвоенный в зависимости от количества инвестиций. При инвестиции 6 монет уже плюс 12, 4, 4, плюс 8. Ну и называется эта инвестиция в военно-промышленный комплекс. Давайте посмотрим. И последняя, самая сложная инвестиция, но которая необходима для ускорения научной победы, это общественное образование. Ну вот это я уже не знаю, как локализовать. Будет интересно посмотреть, как они локализовали на русском. Надеюсь, это будет либо публичное, нет, публичное звучит как-то не по-русски, общее образование, наверное, надо будет посмотреть. Надеюсь, они не придумали какую-нибудь отсебятину в этом случае. Самая дорогая инвестиция, аж 3, 6 и, соответственно, 9 монет. И когда мы на этой карте набираем 3 монеты, мы получаем не постоянный бонус, в отличие от остальных, а сразу же изучаем технологию нашего выбора, для которой есть место в пирамиде, вне зависимости от ее уровня. Далее. Пока мы набираем 4-5, ничего не происходит. Но как только наберем 6 монет, сразу же изучаем еще одну технологию. И как только наберем 9 монет, сразу же изучаем уже и третью технологию. Ну и на этом все, что я хотел рассказать о инвестициях. Разговор получился коротким, поэтому первая половина ролика была таким лирическим отступлением. Ну и я благодарю вас за внимание. Всего хорошего!